Уходящая неделя запомнилась нам множеством ярких событий, связанных непосредственно с футболом. И уже 11 мая состоялся товарищеский матч по мини-футболу между студентами и сотрудниками Казанского федерального университета. Напомним, что в волейболе сильнее оказались студенты, а вот баскетбольный матч остался со сотрудниками. Кому же удалось удержать победу в данной встрече, смотрите в репортаже Александра Дегтярева. Товарищеский матч Института экономики и финансов и преподавателей Казанского федерального собрал полные трибуны Уникса. Матч проходил при активной поддержке болельщиков, которые настраивали команды на зрелищную игру. Мотивированные футболисты много боролись и нередко совершали ошибки, после которых в первом тайме забивали экономисты, во втором отыгрывались преподаватели. Как итог, серия пенальти, где было на что посмотреть. Вратарь студентов эконома вполне мог отбивать два удара, но немного не хватило. А после полевой игрок команды студентов пробил штангу. Ну а преподаватели были практически безупречны, реализовав все пенальти и закономерно победив. Напомним, что сотрудники КФУ уже сыграли товарищеские матчи со студентами в волейбол и баскетбол. После этих игр в противостоянии было равенство, и теперь преподаватели вышли вперед. Радость, усталость, нету голоса, это была тяжелая победа. Мы очень рады тому, что мы сумели доказать то, что преподаватели Казанского университета – это сила, это мощь, это дружная команда. Спасибо студентам Института управления экономикой и финансов за этот хороший матч, который был без грубости, был наполнен дружественной атмосферой. Все старались, все бились и показали хорошую игру. Удача улыбнулась нам, и я этому очень рад. Следующая очная встреча студентов и преподавателей состоится в рамках летней зачетной экзаменационной сессии. Александр Дегтярев, Роман Полинсков. Неделя спорта. На этой неделе сборная Института экономики провела еще одну очную встречу, но только уже в рамках Большого Кубка Джома. Матч остеялся на стадионе КСК КАИ «Олимп». Соперниками экономистов в этот раз стала сборная команда «Казань-Оргсинтез». Обо всех подробностях данного матча смотрите в репортаже Дениса Давыдова. В преддверии финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы в Казани состоялся финальный поединок одного из самых зрелищных мини-футбольных соревнований города – финал Большого Кубка Джома. 13 мая «Казань-Оргсинтез» и Институт экономики как раз и разыграли между собой этот самый кубок. Под голос диктора и шум овации футболисты поочередно выходили из раздевалки, чтобы поприветствовать болельщиков перед матчем. Прозвучал гимн, и вот он, свисток. Игра началась. В первые минуты команды присматривались друг к другу, пытаясь выявить слабые места соперника. По-настоящему опасный момент возник лишь в середине первого тайма. Нападающий «Казань-Оргсинтез» упустил отличную возможность вывести свою команду вперед, не реализовав выход один на один. В начале матча казалось, что игра будет закрытая, как и Бадабайт многим финалам. Футболисты редко били по воротам, достаточно много ошибались и часто нарушали правила. Играть в белых футболках действовали уж слишком грубо, и за жестой фолл были наказаны. Десятиметровый шлаф на удар экономисты реализовать не смогли. Но уже буквально через минуту мяч все-таки оказался в сетке ворот «Казань-Оргсинтез». После прострела с левого фланга защитник белых срезал мяч в собственные ворота. Таким образом, со счетом 1-0 команды ушли на перерыв. Во втором тайме игра раскрылась полностью, и зрители увидели зрелищный футбол с красивыми комбинациями и обилием опасных моментов. Несмотря на счет, Институт экономики не стал осиживаться в обороне, а продолжал играть в свой футбол. Это и принесло свои плоды. На 25-й минуте после розыгрыша углового экономисты воплотили то, чем они занимались на тренировках. Передача на второй темп, пропуск и удар по воротам. Гол! Ренат Ирзуддинов увеличивает преимущество своей команды. Знатоки футбола говорят, 2-0 это самый опасный счет. Преимущества вроде комфортные, но стоит только расслабиться, как тебя тут же за это накажут. «Казань-Оргсинтез» еще больше увеличил натиск на ворота соперника, и у ворота Института экономики было действительно опасно. В этой ситуации в полной красе показал себя коллектив экономистов Фарид Садриев. Два выхода 1 на 1 и два умопомрачительных сейва. Буфонище? Фаридище. Самый горячий отрезок матча будет с 30-ю по 35-ю минуту. Удар за ударом, момент за моментом, качели, и вот она, кульминация. 35-я минута. Олег Батьков отбирает мяч в центре поля, добегая до угла штрафной площади, выкатывает мяч на Артура Халикова, и тот отправляет мяч в сетку. 3-0. В концовке «Казань-Оргсинтез» выпустили пятого игрока. Но и это не помогло им забить хотя бы один гол. Таким образом, Институт экономики уверенно довел дело до победы. По итогам встречи воротарь экономистов Фарид Садриев был признан лучшим игроком матча. А команда Руслана Юнусова и Искандера Шамасова, вдобавок к победе на межинститутских мартовских соревнованиях, получил еще один долгожданный трофей – Кубок Жома. Настрой на эту игру был особенным. То есть мы настраивались около двух недель без игровой практики. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Поэтому мы подошли к этой игре очень подготовленными, как в плане настроя, так и в плане физическом. Денис Давыдов, Денис Панкратов. Неделя спорта. Национальная исследовательская дарь по мини-футболу в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан состоялась на стадионе КСК КАИ «Олимп». Какого же результата достигли технологи и футболисты сборной Казанского авиационного института узнавала Диана Шахидинова. 11 мая на стадионе КАИ «Олимп» прошел матч в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан между командами КАИ и КНИТУ. На первых минутах матча игрок под номером 12 сборной КНИТУ Роман Барсуков забил гол. Соперники не теряли надежду и в первом тайме пытались активно атаковать ворота противника. На 16-й минуте за грубую игру футболист из сборной КАИ Никита Васильев получил желтую карточку, что еще больше усугубило положение команды. Во втором тайме на радость болельщикам сборной КНИТУ ситуация не изменилась. Команда КАИ совершали множество ошибок, офсайды, штрафные и даже пенальти, который все же не был реализован. Из-за фолов тренеры чаще начинали менять своих подопечных. Это может быть связано с усталостью игроков. Главный тренер команды КАИ Евгений Клейни на протяжении всего матча очень переживал за свою команду, но, к сожалению, его старания не обвенчались успехом. Матч закончился со счетом 1-0 в пользу сборной команды КНИТУ. Несмотря на поражение, сборная КАИ не теряет надежды и верит на удачный исход. Ну, впечатления негативные, конечно, не хватает ребятам и характера. По крайней мере, сегодня они не проявили ни характера, ни желания, ни воли к победе. Отсюда, естественно, результат ни одного удара по воротам. Если мы не будем бить по воротам, естественно, мы не выиграем никогда. Вот все, что я могу сказать о сегодняшней игре. Диана Шахидинова, Анастасия Жукова, Аделина Гайнулина. Неделя спорта. 11 мая на стадионе «Буревестник» развернулась не менее захватывающая игра между сборными Казанского государственного медицинского университета и Казанского федерального. Как прошла данная встреча и удалось ли медикам обыграть федералов, смотрите в репортаже Аделины Ахмадеевой. 11 мая на стадионе спортивного комплекса «Буревестник» состоялась очередная игра студенческой футбольной лиги среди высших учебных заведений. На поле встретились команды из Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета. В предыдущих встречах обе сборные потерпели поражение. КФУ не смог обыграть сборную энергоуниверситета, а медики потерпели сокрушительное поражение 7-0 от Поволжской академии. На первых минутах команды только присматривались друг к другу. Однако на 10-й минуте медикам удалось открыть счет. И уже ближе к перерыву команда Казанского государственного медицинского университета смогла увеличить свое преимущество и забила гол в раздевалку. На второй тайм команда КФУ вышла уже с абсолютно другим настроем. Им сразу же удалось отыграть один мяч, а уже минут через 10 они сравняли счет. Но играть оставалось достаточное количество времени. Команда КФУ нисколько не сбавляла натиск на ворота соперника. А КГМУ засел в глухую оборону. В заключительную 10-минутку зрители увидели много опасных моментов. И почти все из них были у ворот КГМУ. Казанский федеральный университет всеми силами пытался выбраться вперед. Однако им не удалось взять победы над соперником. Встреча так и закончилась ничейным результатом 2-2. Аделина Ахмадиева, Влада Антонова, Неделя спорта. 11 мая также состоялась встреча между сборными КГСУ и Поволжской государственной академией физической культуры, спорта и туризма. Матч проходил на стадионе «Буревестник» и закончился со счетом 5-0 в пользу Поволжской академии. А уже в этот понедельник состоялся матч на стадионе «Мирас» между командами КГМУ и КНИТУ. Матч закончился со счетом 5-0 в пользу КНИТУ. В турнире на таблице Поволжская академия занимает первое место. У них в активе 18 очков. Позади них идут «Энергоуниверситет» и КНИТУ. Казанский федеральный университет остановился на четвертом месте с 9 очками в активе. Остальные результаты вы можете видеть сейчас на своем экране. На этой неделе состоятся очередные матчи чемпионата. 18 мая в 11.00 будут играть КГСУ и КНИТУ. 19 мая в 15.30 КНИТУ КАИ на своем поле примет сборную медицинского университета. 19 мая Поволжская академия на стадионе «Буревестник» встретится с командой «Энергоуниверситета». Начало матча в 13.30. Приходи болеть за свою любимую команду. 13 мая состоялось официальное открытие парка Кубка Конфедерации. Парк работал на протяжении двух дней, где любители футбола могли окунуться в атмосферу предстоящих игр. Кто поприветствовал первых посетителей и дал старт открытию парка, смотрите в репортаже Влада Антоновой. 13 мая состоялось открытие парка Кубка Конфедерации 2017 года. Гостями открытия стали чемпион мира по футболу 2002 года Рональдиньо и олимпийский футбольный чемпион 1996 года Джи-Джея Коча. В парке собралось много фанатов Рональдиньо. Они тянули к нему всевозможные мячи, футболки, фотографии и пытались получить заветный автограф. В окружении фанатов был не только Рональдиньо, но и сам талисман чемпионата Забивака. С волком Забивакой могли фотографироваться все посетители парка. В парке Кубка Конфедерации зрители могли полностью окунуться в этот знаменательный чемпионат мира по футболу, увидеть сам трофей этого чемпионата, а также получить мастер-класс от Рональдиньо и Джи-Джея Коча. Самым большим подарком для зрителей стал розыгрыш билетов на Кубок Конфедерации. Помимо Рональдиньо и Джи-Джея Коча гостем парка стал экс-капитан сборной России Алексей Смертин, который не прошел мимо робота-вратаря и с третьей попытки забил гол. Надо попасть в верхний угол. Вот, вот у меня с третьей попытки. Конфедерация такая подготовка официальная, все же подготовка. Интересно будет помериться силами с сильнейшими сборными своих конфедераций, что даст возможность зрителям, и Казани в том числе, воочию увидеть сильнейшие команды. Это здорово. Город Казань является одним из хозяев чемпионата. Здесь же состоятся три матча игр группового этапа и полуфинал. Кубок Конфедерации пройдет с 17 июня по 2 июля. Влада Антонова, Мария Пенегина, Буладзи Гангиров. Неделя спорта. И на этом у нас все. Увидимся с вами на следующей неделе. Также переходите в нашу группу ВКонтакте. Ссылку вы можете видеть сейчас на своем экране. Там вас будет ждать информация о новом ток-шоу в рамках нашей программы. Ну а вы смотрели программу Неделя спорта. С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин